Всем привет! Мы едем на Ниагарский водопад. Будем рассказывать про нашу поездку, покажем Ниагарский водопад, гостиницу, ну, все, что нужно знать для того, чтобы совершить такое путешествие. Не переключайтесь! Карты Google показывают 766 километров до нашего отеля на канадской стороне и 7 часов 5 минут езды с учетом поплатным дорогам. Так что посмотрим. Итак, у нас первая дозаправка. Мы заправляемся за 4,93 галлон. Вот видите, 24,37. Я тут немножко заправился. Едем дальше. Мы в пути. Нам ехать еще 6 часов 15 минут. Пока по пути леса, каменистые обрывы. Едем. Ну, покажи. Дорога чем-то напоминает на Сочи, когда мы ехали. Уже ближе к Сочи. Акации. Там были в основном по краям дороги. Ну, здесь деревья, деревья, деревья. Ну, и каменная порода местами. Машин много. Машин много. Все, наверное, на водопады. Смотрите, какая дорога холмистая и покрыта лесом. Напоминает прям дорогу на Сочи в районе Джумбы, Горячий Ключ. Прям как родные места российские. Только не в России, конечно, сейчас. Ну, здорово. Мы движемся. Осталось еще 5 часов 26 минут. Мучим навстречу Ниагаре. Ой-ой-ой. О, блин, направо. Тоже. Прям как тут. Я же говорю. Недалеко от Сочи уже. Красивая. Смотри, прям горы. Дороги какие. У нас еще одна дозаправка. Бензин здесь той же самой фактической цены. Это мы остановились на комплексе. Пришлось ехать с трассы. Ну, здесь девчонки побежали перекусить. И по прочим делам. Вынужденная остановка. Чуть раньше, чем думали. И топливо мы заправили совсем на чуть-чуть. Видите? Это старый мост. Наверное, не рабочий. А это вот мы по-новому едем. Высота несколько десятков метров. До воды. Плохо видно? Ничего. Плохо. Строится покрытие только вот. Старый, наверное, все-таки закрыли. Наверное. Ржавый весь. Американцы очень любят свой флаг. Гляньте, какой огромный. Реально огромнейший. Это самый огромный встижный авене. Такие вот дела. Сколько нам еще ехать? Нам осталось 2 часа 26 минут. 249 километров. Здесь уже мало лесов. Да, здесь уже больше поля встречаются. Более населенные места. Скоро становимся перекусить. Буквально через 5 минут. Заправляемся еще раз. Надеюсь, последний. Видите? Бензин. Обратите внимание. Цена. И кто там рядом наклеен. Все. Осталось 22 километра до нашего отеля. И сейчас мы подъезжаем к реке Ниагара. Смотрите, какой мост. Прямо вверх идем. Помчали подниматься. Так. И скоро мы будем на самой вершине. А потом есть еще другая часть реки. Рука в реке. Или как это правильно назвать. Во. Так что. Настя, покажи направо. О, какая вода красивая. Там не видно, видишь? Не видно? Ну, налево покажи. Где-то там водопад с левой стороны. Вдали. Пока не видно. Ну, потом уж покажу. Ну, ничего. Вот по мосту. Так, все. Мы на самой верхушке. На самой верхушке. Красивая вода. Мне уже нравится. Она пока не видна. Сейчас мы едем. А вот там впереди Канада. Это, наверное, Торон. Да, да. Торонто, да? Да, да. О, прикольно. Когда-то хотел жить в Канаде. Но побудем на канадской стороне. Ниагарский водопад. Довольная моська. Что довольная моська? Я перепутал. Водопад еще впереди. Так это что было? Это просто Ниагарская река. Ниагара, да. Течет, а водопад впереди. Осталось километров 15. Мы съезжаем обратно. Точнее, как мы заехали на остров. А теперь мы пересекаем ту же реку, Ниагару. Еще раз. Это мы уже в городе фактически Ниагара-Фок. Едем опять вверх. Слева, слева, вот да. Вот там реально, там уже водопад. Но там не видно. Да, не видно ничего. Мы скоро доедем. Будем переезжать по мосту. А здесь вот река чистая, классная. Спускаемся. Это только часть. Опа. Поворачиваем. Поворачиваем. Надеюсь, у карты Google не обман. Вот кто-то тут делся. Я тут чуть позже повернул и поехал. Это мы еще в Нью-Йорке или в Канаду? Нет, это же мы в американской территории. В Канаду будет через мост, когда мы пройдем паспортный контроль или какой-то там. Так, ну что? Сейчас мы едем в Ниагара-Фосс в городе. Слева нас река. Не видать. Справа город, да. И мы тут вот вдоль. Впереди водопад. Вот он прямо-прямо. Но дорога вильнет направо, и мы не попадем в воду. Ну, гляньте, слева прямо как морская вода. И там еще посерединке чуть-чуть зеленцово дает. Прямо как морская вода. Мы, кстати, взяли плавки, купальники. Ну, мы же не будем там плавать. Ну, мы на Равниагаре не будем купаться. Ну, может, в нашем отеле есть бассейн. Покупаемся там, поглядим. Ну, мы готовы ко всему. Где наша не пропадала, да? Нырять будем. Нырять будем? Не знаю. Приехали на север, поплавали. На север, вот давай. Так, ну, осталось буквально чуть-чуть. До нашей гостиницы осталось 6 километров. Велосипеды. Какое интересное здание, да? Ага. С колоском вверху. Пшеницу, наверное. Выращивает какой-то агрохолдинг. Наверное. Так, мы в Ниагара Фоллс. Сейчас еще чуть-чуть, и будет поворот на мост через реку на канадскую территорию. 4,3 километра 29 минут. Что ж такое? Неужели так много желающих на канадскую территорию попасть? Конечно. Не одни. Может, там... Перейдешь праздник. Процедура пропуска. Так, ну что? А вон, башня какая-то, телевизион. Это, наверное, башня Торонто. Одна из высоких зданий. Или это не в том числе. Думаешь, это самое высокое здание? Ну, которое там когда-то там было построено. Ну, да. Там как-что-то приедет. Да, пробка перед мостом. 19 минут ее. В Шкин. Вот. Ну, там не было. Ну, ничего. Ничего. Это... Последний. Последний момент. Так, дороги что-то тут капецные, капецные. Капецные. Говори, у меня камера трясется. Камера. Да, машина жалко. Так, все. Что все? Это... Это пробка. В Канаду. Да, на этой грустной ноте закончим пока. О, да, не какое-то здание. Что там написано? Отели. А, это отель. Да, это отели. Это мы тут хотели остановиться. Ну, так дорого. Возможно, не помню. Там какой-то был совсем реально 900 долларов, что ли, номер стоил. Какой-то Unreal. А вот видишь паркинг. Да, я вижу паркинг. Я про то, что мы не можем даже пересечь. Там такая вот длинная пробка. Длиной их много. 20 минут. Привет. Это жмот. А, это вырезка для видеоискус. А я зануда. Так и живем. Так живем, да. Это для тех зрителей, которые смотрят видеоискус. Да. Повторим. Мы переехали перекресток. Так, осталось сколько? 27 минут. Было 26. Стоим 10 минут. 29. Ну, короче, в наше время прибытия 17.59 ориентировочная. А изначально должно было быть 16.00. Когда мы выезжали. Два часа в пути. Потому что мы час кушаем. Два часа в пути произошло. Прошло. Но зачем? Потрачено оно всякое разное. И ничего. Ничего. Терпение и труд. Да. Осталось чуть-чуть. Интернета нет. Поживем. Без интернета. В Канаду въезжаем. Интернет-серкал. Все получают. Дорогие подписчики, посмотрите, с кем я живу. Здравствуйте. Меня зовут Олег. Жмот. По совместительству жмот. По совместительству заново, да. Иногда перед непробудного просветления бываю щедрым и добрым. Но это бывает редко, да? Или нет? Или часто? Часто. Часто бывает не добрым и щедрым. Спасибо. Нет, добрым и щедрым редко бываешь. По крайней мере, со мной. Чем я тебе настраиваю. Я тебя люблю лучше всех. Ну, с возрастом добавляются нотки из будущего. Какие-то вот элементы старушки проявляются в характере. Говорит дедушка. Случай всех. Кого я знаю. Покраснел. Да еще бы. Кондьер выключили. Стоим. Пробки. Капец. 6 часов 13 минут. Время прибытия. 3-4 километра. Показывает 24 минуты. Я не знаю. 24 минуты это вот эти 15 метров ехать 24 минуты. Или как бы. Слова нет. Наконец-то мы подъехали к мосту. Нам показывает Google, что мы приедем 7 часов 2 минуты. То есть на час с лишним. То есть мы больше часа стоим и едем. Точнее метров 200. Вот, наверное, мы едем час. Это просто какой-то необычный момент. А ты тут дьютифри Америка. Да, я смотрю внимательно, нужно ли. Мы первый раз не знаем, что, как, чего. Вон там вдали Ниагарский водопад. Люди на смотровой площадке. Видно, конечно, мелко, но ничего. А, это смотровая площадка со стороны Америки. Да, со стороны Америки. А там с той стороны, со стороны Канады. Внимание, мы въезжаем на территорию Канады. Видите, что Вадим Сах Американский. Точнее, как Американский. Ну, Американский. США, да, а другой Канады. Итак, вот эта машина впереди, она уже на территории Канады. А мы пока... А мы еще на территории США. Мы пересекаем... Итак, Анастасия просила детей оставить в США. Дети остались в США. Дети в США. Дети, вы в США, а мы в Канаде. Так, все. Нас разделяют. Едем в Канаду. Что, дети забирают? Дети в Канаде. Все в Канаде. Ну что, осталось еще фиг знает сколько. Вон там. Кстати, это не Агорофол. Да, я тут подумал, что это Торонто. Нифига. Да, Торонто еще далеко-далеко. Торонто в другой стране. Да, он туда направо. Вон казино. Высокое здание. И какой-то водный парк. Так, мы тут стоим уже сколько? Полтора часа? Ну, пока же будем в отеле 19-16. Нам уже с отеля звонили. А, осталось 2,9 километра. Короче, мы проехали 500 метров за полтора часа. Или сколько? Да, полтора часа 500 метров. Да, еще нам звонили с отеля и говорили, где мы. Да, спрашивали, что мы там, как. Беспокоятся, молодцы. Я говорю, застрял в пробке. Все. Теперь осталось, чтобы нас там пропустить, да? Ноль. Нас завернули с Канады. У нас у Ильи нет полной вакцинации. Поэтому все. Отель пропал. Позвонил в отель. Правила отеля не позволяют вернуть деньги. Так что мы смотрим с окошка, с канадской стороны. На чудо природы. Не, ну там подковы ж не видно. Это с той стороны. Подковы не видно, да. Ну, кто знал. Кто знал. Жаль. Очень. Очень капец. Мы на Ниагарском водопаде. Вот оно, величие природы. Вот и сам водопад. Идем поближе. Так, вот мои любимые девочки. А вот здесь Ниагарский водопад. Мы стоим прямо здесь. И вот вниз пошло. Глубина. Там был кораблик внизу. Он, наверное, поплыл. Какой-то там пещеры какие-то, гроты. И вот оно, величие природы. Деревья борются за жизнь. И такой поднимается, видите. Мельчайшая вода. Как туман. Красота. Особенно мне нравится вот этот. Прямо по центру. Смотрите, как здорово. Мы на Ниагарском водопаде. Мы не попали в Канаду. Но мы все равно здесь. На американской, ну, на штатовской стороне. Красота. Холодно уже немножко. Уже солнце садится. Ну, отлично. Да, София? Все будет хорошо. Мы счастливы. В данном моменте, да? А там внизу люди плавают на кораблике. Экстремально одеты. Красные плащи. И под брызгами водопада. Красиво здесь. Красиво. Величественно. Здорово. Сейчас я вам покажу. Другую сторону. Когда-нибудь из страны Канады. Со стороны Канады когда-нибудь, наверное, мы посмотрим. Да, и подкову полностью увидим. Все. А сейчас вот здесь людей много. Приходится чуть-чуть ожидать, чтобы сфотографироваться. Так. И вон там солнышко уже садится. Долго мы ехали. Я забрался повыше. Вот Ниагарафол. Канадская часть. Медленно, конечно. Всю дорогу. И вот. Вид отсюда сверху. Красиво. Так. Вот моя малышка. Сейчас пойдем оттуда еще. Снимем видео. А там наверху такая плоская часть. Где машина ставить. Где там аттракционы что-то. Погулять. Смотреть. София пускает кораблик Ниагарафол. Давай. Оп. Где он? Вот он. Сейчас он помчит. Ну где там, где? Нету. Что, София? Чайки летают. Класс. Вечер. Закат. И видите, такое огромное высоты поднимается. Белое облако. Жаль, уже вечер. Мы не успели. Два часа до таможни ехали через мост. Это просто потеря времени. Селфи на память. Селфи на память. Прикольно. Здесь мне нравится. И так многие люди. Люди с хорошими фотоаппаратами ходят. Видите? Реальными. С хорошей оптикой. На другой стороне, вон, по центру ресторанчик. Чайк много летает. Чайка там сидит. Чайка? А, ну там по центру, не знаю, да. Будет на камне, короче, по центру ровно кадр. Там сидит чайка. София про нее говорит. Деревья. Посреди прям острова. И волны такие. Классно. Вода чистая. Мне очень нравится, что вода чистая. Мы когда-то были на Кавказе, там речка Тиберда. У нее прям прозрачная голубая вода. Такую никогда не видел. София, появись. Мы уходим с этой прекрасной стороны. Идем на другие части Ниагары. Красота. Да, но мы-то на большом водопаде, а еще есть два маленьких. Да, Илья? Так? Все, помчали дальше. Так, это мы возле стенда. Пытаемся определить, где мы были. Мы там были, нам надо сюда. Нам сюда надо? Вот здесь. Это нам, получается, надо просыпить. Ну, идем по левой стороне дальше. Идем туда. Вон туда. А, покажу, как оно здесь. Вот там справа стоянки машин. Кстати, въезд по выходным, начиная с пятницы, еще 15 долларов. А вон оттуда мы пришли. А длина это, видимо. Да, вот параметры водопада. Сколько вон в секунду падает поток. И вот мы идем на другую сторону. 25 центов, кстати, надо бросить монетку, чтобы воспользоваться вот этим биноклем. О! А вот она и другая сторона. Сейчас мы пойдем туда поближе. Птички поют. Класс! Класс! Илья бросил 25 центов. И смотрит вон туда вдаль. Ну, и София, конечно, поделится. А что там видно, Илья? Да там просто бинокль. А, просто бинокль. Ну, там есть бинокль. София, ну как? А там время какое-то ограничено. Так, а вот моя любимая. Которая... Сфотографируется? Да, сейчас я тебя сфоткаю. Так, а вот самая маленькая часть Ниагарского водопада. Такие пороги. Это вот мы спустились оттуда, сверху смотрели. А теперь, оп, внимание. И вот вода понеслась, понеслась. И сейчас мы идем вон туда. Только что я был на этом мостике. А теперь смотрите. И там внизу человечки. Это, что ли, Луна-водопад. Крабая часть. Это американский водопад. Да, София меня уже зовет. Здорово. И вон они там. Экстремальные ребята ходят. Под брызгами. А мы побежали скорее-скорее. Тут, видите, все в водичке. Что? Мокро. Сейчас, София. Подождите. И теперь идем на эту сторону. И выдержатся. Все мокрое, да. А, вон там, на ту смотровую. И очередь какая-то. И очередь. Не, мы сегодня туда уже не попадем. Классно. Классно. Погода нормальная, ясная. Не дождь. Мы хоть успели насладиться. Здорово. Здорово. Уже закат. Уже закат. Классно. Все так начинается. Тихо, спокойно. Деревья. И вот оно взмывает. Сейчас я еще здесь. Ух. Круто. Круто, круто. Мы дождались, мы дождались половины десятого вечера. И сейчас у водопада включается подсветка. Народу здесь тьма. Но я их не буду показывать. Фонтан. Вот и фонтан. Водопад светится разными огнями. Красные, то голубые. Красные, голубые, да. Сейчас мы покажем эту красоту вечернюю. А вот там, небоскребы. Канадские. Да. Недоступно. Мы были в Канаде. Минус 20 или 15. Красота, красота. Ну, должно быть, как я говорил, у нас разные полосы, да? Получается, по вертикали. Может, просто подсветки, да. Ну, подождем. Посмотрим. Что здесь будет. Первый раз в жизни. Еще когда-нибудь вернемся. Может быть, на следующий год. А может, и в этом сентябре. Не знаем, как оно будет. Сейчас. Так, показывай наш номер. Нам пришлось здесь заночевать. Так, номер просторный. Симпатичный достаточно. Вид из окна. Сейчас покажу. Он принадлежит той же сети отелей, к которым мы пытались попасть в Канаде. Так, покажу. А, да. Вот еще столик с лампой. Так. Далее идем. У нас есть холодильник, микроволновка. Тут всякое кофе, чай. Ну, шкафчик. Вот санузел покажу. Душевая кабина. Все так севильно, чисто, в отличном состоянии. Отличный завтрак. Мы уже позавтракали. Сейчас будем выдвигаться. Да, мои хорошие? Да. Завтрак отличный? Завтрак супер. Суперский, да. Это вообще отличный. Что там было? Картошка кусочками. Потом сосиски. Не сосиски, да. Как бы такие колбаски из мяса. Потом что еще? Омлет. Маши, йогурты, сыр филадельфия, масло. Там кофе, чай, вафли можно было делать самим. Настя делала. Чай, кофе, кофе со сливками. Всевозможные там вареница всякие. Вот эти колечки и прочее. Даже не считаю. Молоко оденем. Короче, мы наездили очень хорошо. Все очень вкусно. Еда вкусная. Реально вкусная. Прям рецепт вафель офигенный. И есть здесь бассейн. София горюет, потому что мы не попали в бассейн. Уже сейчас уезжаем. Ну, мы в следующий раз. В следующий раз? В следующий раз. Через год, не знаю. Отойти надо. Да, отойти надо поездки. Вы не поверите, мы зашли в отель в час сорок ночи. Это мы попозже расскажем, как мы сюда попадали. Это просто, ну, как говорится, все не как у людей. Ладно, мы выдвигаемся и едем в наш дом. А вот и бассейн. Куда мы... София очень хотела попасть, но мы не попали. Уже выезжаем. А здесь даже есть, есть здесь тренажерный зал. Отличный. Отель. Ну, ничего. София, видите, пытается попасть в бассейн. Мы заехали перекусить. И вот такая подстройка, видите. И здесь мы, как обычно. Так, мы жуем. Вот наш перекус. Заправка сейчас будет через несколько минут для машины. Тихо, спокойно. Я еще раз покажу, а то не успел. Интересная подстройка. Уютно. Большое помещение, да. И вот там трасса. Видите, машины мчат. Надеюсь, последняя заправка на сегодня. 5.08.90. Видите, справился. И туда дорога домой. Мчим. Дорога домой. София, подожди минутку. Подожди. Гляньте, какая высота. Мы едем опять через реку. Гудзон. Старый мост. Да, старый мост. Ржавый, нерабочий. Новый только начал чуть-чуть ржаветь. Но высота впечатляющая такая. Высоко. Реально высоко. Ну, интересно. Да вот до сих пор он такой длинный. Для нас многое в новинку, да. Мост очень длинный. Опоры такие стоят. И полос. Вот мы едем. Мало полос. Одна полоса в одном, например, другая в другом. Все. Пропускная способность маловато. Через дорогу, да? На Нью-Йорк, да? Да. Лезь на дорогу. До дома осталось 2 часа 29 минут. Мы вернулись домой с поездки. Мы уже приняли душ, мы уже покушали. И теперь хотим рассказать вам то, что осталось за кадром. Но то, что нас Канада завернула, мы не попали. Мы уже вам говорили. Но дальше наши приключения продолжались. Мы решили не оставаться на американской стороне, потому что... Обиделись на Канадскую. Но получается, билеты, не билеты, а отель с субботы на воскресенье очень высокой цены. И мы как бы поехали на Канадскую сторону, потому что вид на водопад вроде лучше. И там билеты в два раза дешевле. Мы решили, что 460 долларов платить просто за переночевать. Решили уехать домой. Но по навигатору, это мы бы вернулись где-то в 5.30 утра. Детям пристроили, все, заправились, поехали. Ехали, ехали. Но думаю, нет. А выехали мы уже после 10 вечера, да? Сумарного отправить там. Где-то так. Короче, решили мы все-таки приночевать. Потому что детям тяжело. А еще пока мы выехали? Ну мы выехали, полдесятого был фонтан с подсветкой. Пока мы добрались, пока... И уже мы в одиннадцатом часу выехали, да? Ключевой момент. Как развивались события дальше? Настя, я еду по навигатору. Настя на своем телефоне ищет ближайшие по букингу гостиницы. Нашли там место недалеко, прямо рядом с трассой. Может, проехали полчаса по дороге, да? Или может, там больше. Букинг показывает, что есть место. Заходим в гостиницу и говорим, нам нужно то-то, то-то. Нету. Идем в соседнюю гостиницу. Нету. Ну что, едем дальше. Едем, едем еще. Ну как, время уже почти 12. Я думаю, ну если и искать гостиницу, и спать ложиться, нужно сейчас. Потому что я думаю, часа три до трех ночи я еще проеду. Нормально. Но в 5.40 уже показывать навигатор и повозвращаться. Думаю, это будет тяжеловато. Не выспится народ по-нормальному. Ой, семейный. Да ладно. Ну, семейный. Короче, видим еще одну гостиницу. Думаем, ну все. Раз букинг показывает, зарезервируем на букинге, а потом зайдем в гостиницу и скажем, у нас есть эти лепирования. Ну что, останавливаемся после гостиницы, нажимаем на букинге, все, там вводим все данные, все, все, все. Захожу в гостиницу, показываю мое подтверждение, номер какой-то, то-то-то. А мне сотрудник говорит, а нет еще в системе. Ждем 5-10 минут. Обычно 10 минут приходит, нету-нету. Он начинает звонить, проверять всякое такое. В итоге час ждем, проследить час ночи. Мои сидят в машине. Мы лежим в машине. Мы лежим в машине. Да, вот уже в хлам. Ничего не получается. У меня же он обновили, он уже все там проверил, уже там кучу раз систему вышел, свой перезагрузил, там зашел, берет, дает мне телефон букинга, я уже за ним букинг. И мужик попался, очень доброжелательный. А, еще ключевой момент. Мы выбрали отель той же самой сети, которая была в Канаде. Я ему показываю. Вот у нас был номер зарезервирован в Канаде. Мы не смогли пройти таможене, нас завернули, потому что у Льи не было полной вакцинации. Может это как-то влияет. Он говорит, наверное, ваш запрос ушел в Канаду. Короче, я звоню в букинг, он говорит, линей 24 на 7 и в поддержку. Я говорю, я надеюсь, что ребята не спят. 5, 10, 15 минут. А он такой, говорит, у них же там команда работает. Я говорю, да, наверное, один парень на все США. Короче, 40 минут. 40 минут я звоню, я на линии, ожидаю звонка. Никто не отвечает. И он звонил несколько раз руководству. Делают в итоге новые резервирования и поселяют нас в отель. Час 40 ночи. Все уже просто вот, ну, вымотаны. Просто вот. А зашел в 12 ночи. А зашел ровно в 12 ночи, да, там вот. Письмо мне пришло, помню, от Букина, 002. Вот я зашел же, зарезировал, да, там и пошел. Нам дают номер, цена, пока вопросы, документы. Пошел за своим номером. Мы зашли, наверное, в час 43. Ну, какой номер я уже показывал. Так что это было вообще просто ужимательное путешествие. Но мы довольны. В целом мы довольны. Я доволен, потому что мы побывали на Нигарском водопаде. Там классно, величественно. Я люблю природу. В следующий раз, может, мы когда-нибудь доберемся до дела у Томска, в парк. Сын хочет. Подожди. А в Канаду? А, в Канаду. Надо же видеть подкову. В Канаду, да, надо видеть подкову, да. Будем полностью вакцинировать детей. И поедем в Канаду, не знаю, когда, но 2 часа стоять на таможне, это, конечно, еще-то удовольствие. Телефоны поразряжались. У Сэпии полностью разрядился. У меня процентов 10 осталось, да. У тебя там сколько? Ули там от аккумулятора внешнего заряжания тоже около 20 чем-то было. Я разговариваю с техподдержкой букинга. А я смотрю, у меня 8% спрашивают от сотрудников. У вас есть там, ну, как бы, розетка? А я говорю, какой разъем? Это все. Он не играет со своего планшета, который рекламную там вынимает, подключает мой телефон. Я говорю, завтра утром позвоните. Я звонил в букинг, сказал так и так. Проверял утром, кстати. Не появилось, до сих пор утром, представляете, не появилось мое резервирование. Я позвонил в букинг, сразу трубку взяли. Видимо, днем уже, как бы, не спят. Одно чудо-то спят. Они там заваривали, заваривали. Так и так, не появилось в системе, нужно отменить. Хорошо, мы свяжемся. Пошел на ресепшн, узнал. Говорит, нету, нету. Ну, все, чтобы не платить за один, тоже получается номер два раза. А у отеля, получается, система такая невозвратнение. То есть, мы потеряли деньги, которые в отеле в Канадском, да? Но система отеля не понравилась. Они мне... Я в пробке застрел, когда звонили с отеля. Потом мы уже... Я позвоню на канадской таможне. Говорю, так и так, меня разворачивать, я не могу попасть. С сожалению, политика не позволяет вернуть. И потом мы в десятом, после десяти ехали, опять звонили из отеля. Говорят, ну, где вы там? Ну, видимо, там как-то нестыков. Может, мы переплыли. Озеро. Да, и, короче... Говорят, так и так, ну, мы едем домой. И все. Но там было прикольно. Приносит сотрудница бумажку, там написано. Где прикольно было? На канадской таможне. Там приносит и говорят, Илья, прикольно вернуться домой. Ну, ну, все, сына отправляем. Такая... В США. А сами в Канаде. А сами в Канаде остарем. Да, думаю. Ну, вообще. Ну, как говорим, сотрудники все доброжитатели. Таможне говорю, а то, что мы, говорю, номер забронировали. Говорят, не имеет значения. Говорят, ну, это закон, все. Ну, что, закон, не закон. Говорят, у нас в школе не требует полного вакцинации. Вот так вот мы прилетели. В итоге, как бы, скупой платит дважды, да? Мы заплатили за гостиницу, конечно, гораздо больше. А, кстати, по расходам, если вдруг кто будет планировать, кому интересно. Что нам это вышло? 159 долларов нам вышло топлива. Я уехал, у меня было полбака и вернулся полбака. Всякие перекусы, фастфуды, стоянка. А, нет, фастфуды нам стоили 59 долларов. Стоянка 15 долларов стоит. Возле водопада 4,25 доллара пересечь мост. Пороезд по мосту до Канады платный. Ну, мы лишь брали с собой еду. Да, мы брали всякие еду, печеньки, там, яблоки, такое, по мелочи, да. Ну, и гостиница нам 200 долларов. Гостиница в канадской, на канадской территории 200 долларов. Улетела. Еще, я не знаю, сколько будет стоить платная дорога Ай-90. А, знаешь, почему у нас такое брошево? Еда. Мы и отстроились. И пяти-то не было. Мы все отказались от еды, что нам есть не хотелось. Да, София, кстати, очень отстроилась вообще. Она прям, да, очень была расстроена, потому что нас не пустили в Канаду. Я, как бы, в целом, Букингом остался недоволен по той причине, что, когда я брал билеты, когда я заказывал, да, там не было информации о том, что я должен быть полностью, что у меня дети должны быть полностью вакцинированы. Только когда я забронировал билет, да, мне пришло письмо, обратите внимание, там, информация о том-то-то-то, но билеты уже не возвратные. То есть, знаете, я уже купил билеты. Она говорит, дорогой, а вы там посмотрите, там, как, чего. И я не знал, первый раз мы ехали, сотрудница спрашивала, вы там на каком-то сайте регистрировали, погружали свои данные. Он говорит, нет, я первый раз не знал. И она нам бы поверила, а про детей я не смог на телефоне загрузить. А, кстати, два часа в очереди без интернета. Интернет практически не ловит. Это впечатление, что мы приехали на край света. Не агорофул, такой обрыв, нет цивилизации больше вообще. Интернета практически не было. Так, что еще хотел интересно спросить. А, уважаемые, да, уважаемые зрители, подписчики, подскажите, от Бостона куда можно съездить, посмотреть что-нибудь интересное, природное явление там, или какие-то музеи какие-то, ну, чтобы с семьей можно было съездить и интересно провести время, ну, с ночевкой там. Можно там с двумя ночевками или где-то вот, ну, в зоне досягаемости, в радиусе там, ну, сколько, как у нас было там, 700 километров там, или я не знаю, чтобы вот, ну, пока есть хорошая погода, пока есть желание, чтобы нам попрешать. И суммарно нам обошлось 621 с копейками долларов плюс платные дороги. Еще не знал. Да, мы не знаем еще сколько. А вдруг там, где-то я что-то там нарушил, может, когнит шраф придет, я надеюсь, такого нет. Вроде бы ехал, не знал. Потом ехал. Такие вот дела. Все нарушали, я нашел. Ну, как бы, не будешь же тормозить на трассе специально. Так, что еще? Какие моменты мы упустили? В целом, конечно, мы просили боевое крещение этой поездки, потому что никто не мог нам подсказать, спрашивать не у кого. Поездка это первый раз по Америке? Да, первый раз по Америке такая вот, самостоятельная машина. Шишек набили, теперь будем знать. Да, теперь будем знать, что требуется на канадскую сторону, что в отеле, вот, теперь мы будем регистрироваться на этом отеле. Да, да, мысль упустилась, что Букингом больше не буду пользоваться, потому что сотрудник сказал, что те, кто регистрируется после 11 вечера, у них бывает ситуация, что через две недели приходит заявка. Это вообще капец. И поэтому мне понравился очень сеть этих отелей, что с того отеля звонили мне два раза, как бы сервис, что здесь мы в этом отеле были вообще тихо, спокойно, вообще все так четко. Чистый номер. Да, чистый номер. В номере там всякие шампунчики. Ну, как с фонтарк, да, но все аккуратно, все в отличном состоянии. А даже есть утюг, есть водяная доска, кроваловка, холодильник, кофеварка. Кофе, чай там и прочее такое. Ну, как бы поэтому буду регистрироваться на сайте и напрямую закатывать. Теперь у меня уже за одну ночь я побывал в двух отелях, зарегистрировался, заплатил в двух местах деньги. Ну, ничего. Завтра мы были на Миягарском водопаде, было здорово, но это было, конечно, бешено-быстро, потому что мы убили два часа времени. Да, начало быстро темнеть. Да, и уже как бы мы ехали-ехали, мы приехали, солнце еще было высоко, градусов 60. Мы думали, приезжаем. Мы подъезжаем, да, подъезжаем. Оно уже половину пути прошло, и пока мы там вернулись, объехали все эти вот эти задержки. И в итоге уже солнце не светило на саму воду, скажем так. Ну, и ничего. Когда-нибудь с этим еще, да? Может, посоветуйте что-нибудь еще, можно здесь посмотреть в округе, недалеко, чтобы мы могли на машине, не на самолете. Ну, вроде бы и все. Какие моменты мы, может, за кадром оставили? Ну, задавайте вопросы. Да, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всего вам самого доброго. Интересной вам жизни, отличных путешествий, чтобы вы тоже мир посмотрели, в пределах вашей насягаемости. Ну, и чтобы ваши путешествия, самое главное, были легче наших. Потому что наши вчера, сегодня, это было, конечно, еще там. Еще, а, осталось за кадром. Я несколько раз ошибался с поворотами. Это просто какой-то... Притормаживает интернет, притормаживает карты, и я поворачиваю дальше, а там потом крюк, и включи, вчера я тормозил, и сегодня я тормозил, поехал на Нью-Йорк вместо Массачусетса. Ну, мы вернулись. На Нью-Йорке, кстати, было ближе по дороге. Поэтому пришел в день. Да, да, мы просто говорим, что посмотреть, куда поехать, и я такой пропускаю поворот. Ну, ничего. В Нью-Йорке мы были. В Нью-Йорке мы были, да, вправо. Ну, как бы не все посетили мы там, потому что там ничего не такого особого. Ну, да, в Центральной партии мы были, частично, два раза мы там были, но он им дождь помешал его полностью пройти. Ну, ничего. Ну, все. Все, пока. Всем пока. Всего вам самого доброго. Пишите комментарии, что подскажете, будет ценно. Всего вам самого лучшего. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok